Саламас Тармакруми, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня я хочу в эфире обсудить тему списания кредитов. Я знаю, что это волнует основную часть населения. Только по официальным данным потребительские кредиты и кредиты физических лиц составляют приблизительно... Количество людей, которые взяли кредит, 7,5 миллионов человек. И приблизительно только 20% населения не имеет таких кредитов. Вдумайтесь, 80% населения имеет кредиты. Но население у нас взрослое, работоспособное, чуть более 9 миллионов человек. А кредиты имеет 7,5 миллионов человек. Собственно, и понятно, почему эта тема волнует. Мы, демократический выбор Казахстана, еще в 2018 году заявили, что когда власти придет правительство, демократический выбор Казахстана, именно нами будут списаны кредиты, различные потребительские кредиты и ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге. Тогда многие еще до конца не осознавали, что действительность скоро будет такова, что этот режим уйдет. Мы сейчас видим события, которые происходят в Белоруссии, в других государствах. И мы все понимаем, что уход режима дурсултана Назарбаева, это вопрос достаточно обозримый, короткий. И максимум полгода этот режим будет у власти. Сейчас сложилась такая ситуация, что основная часть населения понимает, что этот режим, он преступный, он работает только на себя. И вопрос только достаточно короткого времени, чтобы основная часть населения объединилась и добилась смены режима. Давайте мы обсудим, насколько реально списание кредитов, потребительских займов, ипотечных и так далее. Ну давайте сначала мы поговорим о цифрах, чтобы мы все понимали, о чем идет речь. Итак, только по официальным данным на 1 февраля этого года количество заемщиков, физических лиц около 7,5 миллионов человек, а потребительских займов где-то порядка 4,3 триллиона тенге. Если перевести это в текущем режиме в доллары, это порядка всего лишь 10 миллиардов долларов. Ну а если говорить еще о ипотечных займах на жилье до 30 миллионов тенге, стоимость квартиры, то таких не наберется даже и 2 миллиардов долларов. Итак, получается, что правительству Казахстана или правительству демократического выбора, который придет в власти, необходимо списать всего лишь 12 миллиардов долларов. Вы скажете, это же большая сумма. Давайте, уважаемые друзья, проанализируем, насколько это большая сумма для нашего государства. Что такое 12 миллиардов долларов? Я сразу хочу сказать, что списание производят не банки. Кто владеет банками, это не имеет никакого значения, потому что банки не в состоянии списать эти кредиты. Если они спишут, они сформируют себе убытки. Банки, как известно, деньги не печатают. Они принимают вклады от населения. Эти деньги дальше выдают в кредит. И на дополнительный процент, который они набрасывают на этот кредит, на эту сумму, банки зарабатывают деньги. Понятно, что если они 12 миллиардов спишут, то тогда они не смогут вернуть деньги тем, кто положил деньги на депозит. Поэтому вы сразу должны понимать, что речь идет о том, что эти суммы кредиты физическим лицам будет списывать государство. Именно государство. Я прошу на это обратить внимание. Потому что, знаете, вот разные люди не очень грамотные. Ну, где-то и нурботы заявляют. А что же ты, когда работал в банке, не списывал проценты? Или давал, не давал ставки по ставке 4% годовых? Ну, ответ очень простой. Потому что банки привлекают депозит от населения. Ну, например, в наше время мы принимали по 11-12 годовых. И даже больше, по 14 годовых. И, конечно, банк, если бы взяв по 14, выдав по 4, то 10% он бы сразу не с убыток. И банк разорился бы. Поэтому ни один банк не в состоянии списывать кредиты. Кроме тех, которые рассчитаны, что часть кредитов будет не возвращена. Обычно это в среднем 5% от всех кредитов банки закладывают такую возможность. И часть прибыли уходит на списание вот такого рода невозвратных кредитов. Итак, мы говорим, что эти кредиты, порядка 12 миллиардов долларов, должно списать государство. Ну, давайте поймем, а может ли наше государство это осуществить. Ну, давайте сначала мы разберемся, какими ресурсами обладает государство. Как вы знаете, Назарбаев и Такаев часто хвастаются. Говорят, что у государства около 90 миллиардов различных резервов валютных. Но я хочу сказать, это еще резервы уменьшились. А в реальности сумма резервов достигала и 100 миллиардов долларов. Но вследствие того, что Назарбаев ежегодно по 10 миллиардов долларов крал, вливал свои банки. И, например, известная сделка, когда в Казком было влито свыше 8 миллиардов долларов. Затем этот банк, Тимур Кулебаев, купил всего лишь за 2 тенге. Можете себе представить, одним ударом 8,8 миллиардов долларов было влито в частный банк. А затем этот банк прикарманил Тимур Кулебаев. То есть я вам показываю только один пример на одном банке, когда ежегодно Назарбаев крал по 10 миллиардов долларов. Где он эти деньги брал? Конечно же, из тех самых резервов, государственных резервов, деньгам, которые принадлежат всем гражданам страны. Он их брал, вливал свои банки и так крал по 10 миллиардов долларов ежегодно. Вот поэтому сейчас резервы страны составляют порядка около 90 миллиардов долларов. А в реальности эта сумма должна была быть как минимум в несколько раз больше. Вы знаете, что Назарбаев у власти уже 30 лет. И последние 20 лет с момента создания национального фонда, куда формировались излишки денежных средств, он их превратил в собственный карман. И с года в год воровал. Поэтому мы говорим, что даже сейчас у страны порядка 90 миллиардов долларов. И ничего не стоит списать государству 12 миллиардов долларов. И я вам так скажу. На самом деле, фактически надо списывать меньше, потому что не меньше 20% от списанных кредитов, которые придут в банки. Банк имеет кредиты, перед ним заемщики, физические лица. Банк получит от государства деньги, отправляет эти деньги физическим лицам. Физические лица гасят свой кредит банкам. И все, и банку нормально, ему кредиты вернулись. Все было погашено. Банк извлекает прибыль. И не меньше 20% снова в виде налогов вернется государству. То есть, фактически, прямые расходы государства составят всего лишь около 10 миллиардов долларов. При общих резервах порядка 90 миллиардов. Ну и мы же все знаем, я многократно объяснял, что ежегодно Нурсултан Назарбаев со своими родственниками и своими приближенными похищает у страны 30 миллиардов долларов США. Я очень подробно объяснял, каким образом эти 30 миллиардов долларов похищаются, на каких предприятиях. Тем, кто это не знает, они могут зайти на мой YouTube канал, найти мои прямые эфиры. И вы увидите множество материалов, доказывающих, как Нурсултан Назарбаев ежегодно крадет по 30 миллиардов долларов нашего государства. Что такое 30 миллиардов долларов? 30 миллиардов это нынешний годовой бюджет страны, всей страны. Страны численностью 18,7 миллиона человек, то есть 18 миллионов 700 тысяч человек, республиканский бюджет около 30 миллиардов, даже меньше, порядка 25 миллиардов. И вот каждый год крадутся суммы, превышающие годовой республиканский бюджет страны. 30 миллиардов. Итак, демократический выбор Казахстана приходит к власти и перекрывает все эти каналы воровства. Страна получит дополнительно плюс 30 миллиардов долларов. И мы 12 миллиардов долларов просто спишем. Спишем физическим лицам потребительские займы и ипотечные кредиты на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Вот, собственно, откуда берутся средства. Когда правительство говорит, что денег нет, вы не верьте. Вы не верьте, денег у нас достаточно. И даже это не повлияет на размер государственного резерва. Только за счет перекрытия канала воровства мы одним ударом сможем погасить займы физических лиц. Обратите внимание, 80% населения имеет эти займы. Теперь, что говорит правительство? Правительство говорит, что из почти 4,5 триллиона тенге на потребительские займы беззалоговые, что из них 80% населения имеет кредиты 250-300 тысяч тенге. И всего лишь 20% имеет порядка 800 тысяч тенге кредитов. То есть, якобы сумма маленькая. Обязательно найдутся люди недовольные из этих 20%, которые скажут, я не брал кредиты, почему мы должны гасить? Уважаемые друзья, я скажу очень просто, что все эти кредиты потребительские люди берут просто потому, что не на что жить. Потому что заработки платы не соответствуют реально возможностям государства. Люди получают 60-80 тысяч тенге, 100 тысяч тенге. Ну, где-то есть отдельные отрасли, где получают 150-200 тысяч тенге. Но в среднем мы прекрасно знаем, что зарплата колеблется от 80 до 100 тысяч тенге. Это вообще ничтожная зарплата. Удивительно ничтожная. Мы, правительство, демократическое выбор Казахстана, заявляем, что без особых проблем, например, нефтегазовой индустрии, средняя зарплата будет 1500 долларов, приблизительно 700 тысяч тенге. Это и будет ряды металлургических предприятий. Сейчас на этих предприятиях люди получают 150-200 тысяч тенге в среднем. То есть, заработная плата поднимется в 3-4 раза. Учителей, врачей, бюджетных работников, у бизнеса автоматом поднимется заработная плата несколько раз. Потому что, как только мы перекроем каналы воровства, 30 миллиардов долларов вхлынут в экономику, и эти деньги уйдут в самые разные сегменты экономики нашей страны, и пополнятся налоговые поступления в бюджет страны, и поднимется заработная плата, фактически наступят кардинальные изменения по всем регионам страны. Поэтому мы понимаем, что люди вынуждены эти кредиты брать. Вынуждены брать почему? Потому что зарплата не соответствует требованиям, возможностям нашей страны, во-первых. Во-вторых, вы все прекрасно знаете, что многие заемщики испытывали проблемы, потому что буквально было две девальвации подряд недавно. Ну и, собственно, и сейчас тоже все время девальвации. Теперь карантин. Люди теряют работу. Мне пишут, что за период карантина, за последние 5-6 месяцев, многие не в состоянии оплачивать проценты и основную сумму за займы, которые были выданы и на потребительские цели, на покупку жилья. И банки сейчас оказывают давление на заемщиков, требуют выселиться и собираются выставлять на торги жилье граждан. Вы понимаете, да, что эта воровская политика, но султан Назарбаева привело к тому, что практически все население страны испытывает огромные проблемы. И поэтому я считаю, что здесь нет смысла считаться, говорить, что я брал кредиты, я не брал, почему за всех нужно рассчитываться государству и так далее. Я вам говорю, 80% населения имеет различного рода кредиты. 80% это минимум. А в реальности, если считать микрокредитные организации, если считать, что люди занимают у друзей, знакомых и так далее, то есть реально практически все население имеет кредиты. И поэтому мы можем это разрубить полностью. Погасив эти кредиты, именно как государство, влив эти деньги в банки на счета физических лиц, а физические лица погасят свои займы перед банками. И все, сразу все стабилизируется, давление на людей прекратится. Ну и потом мы говорили о том, что когда правительство ДВК придет в власти, мы немедленно проведем реформы, которые приведут к тому, что сразу фактически все население начнет получать доход минимум в два раза больше. Минимум в реальности в три и того больше. Потому что эти 30 миллиардов, они будут вливаться в экономику страны. И поэтому для государства вообще нет никаких проблем списать эти потребительские займы, ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге стоимостью. Вообще никаких проблем нет. 90 миллиардов сейчас резервов, 30 миллиардов долларов в год эта политическая верхушка крадет, списать 12 миллиардов долларов. Вообще никаких проблем нет. Поэтому я хочу сказать, что требования, которые мы сейчас озвучиваем к правительству Нурсултана Назарбаева, они абсолютно реальны. Что нужно сделать для того, чтобы эти требования были выполнены? Но вы же не можете добиться чего-либо, просто сидя дома на кухне и плакать, и ныть, говорит, ой, там этот плохой, ничего мы не можем, меня ники или эта девушка с надорогой. Многие так говорят, что от меня зависит, я же один, я несчастный. Все очень просто. Надо просто обедниться. Вы вдумаетесь. 7,5 миллионов человек имеют займы. Это 80% населения. Для того, чтобы добиться цели, достаточно, чтобы на площади страны вышло 100 или 200 тысяч человек. Из 7,5 миллионов 100-200 тысяч человек. Всего лишь. А как можно изменить свою жизнь, если просто ждать, что появится какой-то Бэтмен, что вот сосед, может быть, пойдет на митинг, вот, может быть, что-нибудь изменится, погода будет хорошая, придет добрый, какой-нибудь новый президент. Вы уже 30 лет так ждете, ничего не меняется. Поэтому единственный способ требовать то, что принадлежит вам по праву. Потому что недра страны по законам, существующим законам, принадлежат государству, то есть гражданам страны. Они не принадлежат кому-либо, ни китайцам, ни американцам. Недра страны принадлежат государству, то есть гражданам страны. И эти недра приносят большие доходы. А скажите, пожалуйста, вот вы платите налоги. На что эти деньги уходят? За средне-специальные высшие образования вы платите. Медицина уже, страховка считает, что медицины бесплатной нет. Дороги, транспортный налог. У вас есть автомашины, у некоторых. Вы платите транспортный налог. За дороги вы платите. За воду платите. За электричество платите. За высшее среднее образование, за высшее средне-специальное образование платите. Вы за среднее образование доплачиваете. доплачиваете на шторы на ремонт на какие-то другие цели давайте поймем а на что уходит налоги граждан налоги граждан давайте я вам объясню они уходят на содержание этого репрессивного аппарата министерства внутренних дел полиции их то всего лишь там чуть более 100 тысяч человек по всей стране уходит на армию хорошо армия допустим будем считать что правильно но мы же армии тоже не видим знаем что она нищая и бедные вообще во всех отношениях это не армия просто название одно и огромные расходы уходят на содержание чиновничного аппарата то есть заводы вы платите воздух плохой ремонт школах вы доплачиваете за дороги вы платите за высшее среднее образование платите медицину платите я себе задаю вопрос а куда уходит налоги где эти богатства нашей страны которыми мало кто может похвастаться поэтому я еще раз говорю это наша страна ресурсов много эти богатства уходит карманы политической верхушки во главе с султана назарбаева и поэтому мы должны требовать хочу напомнить 25 сентября в 19 часов в пятницу по всем городам нашей страны демократический выбор организует митинги наши требования в том числе амнистия кредитов если на улице страны выйдут десятки тысяч людей именно тогда мы спишем эти кредиты не тогда когда вы напишите петицию вы будете ходить собирать подписи обращаться неизвестно кому мы должны показать свою силу мы должны объединиться и сказать чтобы это правительство выполнил наши требования поэтому 25 сентября в 19 часов мы ждем вас на митингах нашей страны и вы после моего выступления знаете что для страны 12 миллиардов долларов списать ничего не значит абсолютно ресурсов в нашей стране много поэтому я призываю вас показать свою силу объединиться выйти на митинг 25 сентября в 19 часов вечером в пятницу по всем городам нашей страны алга казахстан